Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Китайцы заинтересовались деревянным домостроением Кировской области. Делегация нашего региона находится сейчас в Китайской Народной Республике. Регион представляют губернатор Александр Соколов и зампред правительства Михаил Сандалов. Также в делегации председатель совета директоров компании «Хольцхаус» Николай Юферев. Он презентовал китайской стороне возможности своей компании – производителя домов из клееного бруса в России. Также кировская делегация обсудила с китайскими коллегами вопрос поставок продукции лесопромышленного комплекса. У региона есть большой потенциал по переработке низкосортной древесины. Ее ежегодный объем составляет полтора миллиона кубометров. «У китайских партнеров есть интерес к деревянному домостроению. Это даст новый импульс развитию Кировской области», – резюмировал Александр Соколов. Также наш регион представил в Китае возможность себе – фармацевтики и сельского хозяйства. 69 миллионов рублей нужно на ремонт автовокзала. Вопрос о выделении денег будут решать депутаты ЗАГС Собрания. Их пригласили на вокзал и рассказали о планируемых преображениях. По словам зампреда, Алексея Жердева планируется полностью обновить перрон, сделать его удобным и современным. Со скамейками, информ, табло и возможностью прямого подъезда автобусов. Будет сделана подсветка фасада и его косметический ремонт. Провести ремонт хотят и внутри здания. На втором этаже, который сейчас пустует, сделают просторный зал ожидания. Также в здании вокзала обновят туалеты, оборудуют комнату матери и ребенка. Предполагается асфальтирование, благоустройство и озеленение территории. Кировский автовокзал построили 56 лет назад. В среднем за сутки там обслуживается. Сейчас полторы тысячи пассажиров, совершается 70 рейсов. В эфире «Экономика». 1,3 млрд рублей попыталась отмыть кировская компания. Попытку нарушить закон пресекли органы прокуратуры. Было установлено, что компания представила в налоговые органы декларацию о заключении сделки на 7,8 млрд рублей. В ходе проверки выяснилось, что эти сведения недостоверны. Анализ счетов контрагентов свидетельствовал, что они не вели активной финансово-хозяйственной деятельности в период заключения сделки. Размер оборотных активов за предыдущие годы не превышал 22 тысячи рублей. Не было материальной базы трудовых ресурсов расчетов по страховым взносам. Прокуратура области оспорила сделку. Арбитражный суд признал это требование законным. Таким образом удалось избежать незаконного получения компаний и налогового вычета по НДС на сумму более 1,3 млрд рублей. Мария Кожевникова, Новости экономики в Кирове.